Про потенциальный переход Нкунку в МЮ Прошел слух, что МЮ интересуется Бенесером из Милана. Как вам этот игрок и подходит ли он МЮ? Станет ли он топом в паре с Де Йонгом теоретически? Если мы примеряем шаблон, в котором у нас есть Де Йонг, вокруг которого строится полузащита, и кто-то вроде Лассе Шоне в качестве футболиста, который вот такой вспомогательный игрок в опорной зоне, который действует более просто и помогает Фрэнке Де Йонгу. Мне кажется, Бенесер вполне тянет на то, чтобы быть такой продвинутой версией этого футболиста. Даже вот лучше, конечно, чем Лассе Шоне, но и уровень АПЛ и реддивизии все-таки разный, поэтому тут и нужен лучший футболист. Я считаю, что это, опять же, пока еще на очень ранней стадии формирования слух, но он более логичен, очень интересен, и мне кажется, Бенесер мог бы подойти. Единственное, только есть некоторые опасения относительно того, что он левша. Де Йонг правша, но он предпочитает действовать ближе к левому флангу, то есть вот если выставлять схему Тенхага, давайте быстренько это сделаем, 4-2-3-1, то Де Йонг, ну прямо очень четко действовал ближе к левому флангу, и один из его приемов даже был отход за мячом на левый фланг, ему удобно возвращаться с его качествами в центр, для него это важно. Он действует ближе к левому флангу, особенно та версия Де Йонга, которая была в Аяксе у Тенхага, а Бенесер, получается, должен занять роль второго опорника, и это вот правый опорный полузащитник, получается. И он левша, не знаю, насколько будет ему удобно, насколько будет ему привычно в этой интерпретации, так что мне кажется, что вот это вот может быть некоторой проблемой, но с другой стороны, если все другие качества есть, то это мелочь, которую не стоит переоценивать, ну то есть это мелочь, на которую, например, тренеры смотрят, выбирая, допустим, центрального защитника в пару. Вот это уже стало мейнстримом, стараться найти одного там левоногого из двух центральных защитников, но в то же время, ну это не заменяет основные качества. Основные качества, это дополняет основные качества, но основные качества это базис, и вот базис для того, чтобы играть у Тенхага, мне кажется, у Бенесера вполне неплохой, я вполне себе вижу его в этой роли. Интересный слух. Вадим, кто лучше, Ван Бисака или Далот? Множество споров о том, кого продавать, кого ставить в старт. На мой взгляд, оборонительные действия Ван Бисаки сильно переоценены. Плохо выбирает позицию, теряет игрока. Эффектные подкаты – это следствие плохой опеки и выбора позиции. В атаке почти все пасы короткие, будто назад. Дриблинг использует только для сохранения мяча, а не для его продвижения. Считаю, что Далот больше подходит в старт. По крайней мере, в этом сезоне объем оборонительной работы выполнил не меньше, чем Аарон, также еще более эффективен в атаке. Тут, мне кажется, очень интересный кейс, в том числе для теоретического сравнения. Что важнее? С одной стороны, у нас есть Аарон Ван Бисака. Я согласен с его критикой. Конечно, предложение про эффектные подкаты, как следствие плохой опеки и выбора позиции – это не супер точно. Потому что подкаты его можно поделить и на такие по типу, и на действительно там, где вау, один в один его бросили, а он таким образом сдержал соперника. То есть есть и действительно полезные действия. И у него очень хорошие данные для того, чтобы подкаты делать, и банально длинные ноги, и хорошо он реагирует. И один в один он в целом очень хорош. Так что важно отделять этот аспект от всей игры в обороне. И нельзя сказать, что он везде хорош в обороне, но совсем списывать и так отмахиваться от этого, а это он всегда просто неправильную позицию выбирает. Я думаю, это немножко перебор. Но в остальном я согласен с вашей критикой, и это формулирует перед нами такую дилемму. С одной стороны, у нас вот есть Долот. Я бы его называл середняком во всем. Он более сбалансирован с точки зрения оборонительной игры. То есть лучше играет позиционно, не так, может быть, ярко в подкатах, но ему не так часто в них надо идти. В атаку весьма неплохо подключается, но в то же время весьма стандартно. И с другой стороны, у нас есть разбалансированный, но более яркий с точки зрения индивидуальных качеств, на которых можно лепить большого игрока Ван Бесака. Его качество – это игра один в один, где он очень хороший, и его качество – это скорость, и его качество – это потенциально дриблинг. Я, к сожалению, с вами пока что согласен, что очень часто это для сохранения мяча, а не для чего-то созидательного у него. Но потенциально у него есть эти качества. И вот кого выбирать? С одной стороны, вылепить классного игрока из Ван Бесаки реальней. Я не говорю, что проще, а реальней, потому что у него потенциал выше. Для меня это очевидно. А с другой стороны, есть Долот, у которого потенциал, на мой взгляд, ниже, но в то же время он более сбалансированный и такой более простой игрока. Я бы вот так вот их сформулировал, их разделил. Я бы также еще заметил, что, возможно, у Ван Бесаки есть потенциал переквалифицироваться в такого скрытого центрального защитника. То есть человек, который остается третьим центральным, когда команда разыгрывает, либо вообще играет правого центрального защитника, а команда играет с тройкой. Может быть, на каком-то этапе карьеры до этой роли он доберется. И в этой роли, мне кажется, он может быть более органичен. В общем, за Ван Бесака определенно интереснее смотреть. Кто готов к старту прямо сейчас из них, мне кажется, никто не готов. Я думаю все-таки, что, учитывая, что я очень лестно называюсь о тренерских талантах Тенхага, логичнее ему выбрать Ван Бесаку. Потому что из него можно лепить. И мне кажется, Тенхаг мог бы вылепить. Ну и в том числе, учитывая, в том числе можно помнить и о том, что у Тенхага немножко разные фланги. И правый фланг он в первую очередь поддерживает. Не атакует Юнайт и Аякс через этот фланг. А скорее всего он будет для поддержки просто использоваться. И там такой более осторожный защитник вроде Ван Бесаки, особенно на каком-то промежуточном этапе. Он мог бы выглядеть, ну не сказать, что прямо вау, но вполне компетентно. Так что я постарался обосновать, во многом с вами соглашаясь. Вот я почему-то пришел к немножко другому выводу. Я бы вот из них выбрал Ван Бесаку. Идем дальше. Так, Вадим, добрый день. Есть слух, что EMU хочет взять Эриксона в качестве свободного агента. Как оцениваешь этот потенциальный трансфер с точки зрения усиления EMU и интересов самого игрока? Или же для Эриксона более интересен вариант возвращения в Тоттенхэм? Так, вариант возвращения в Тоттенхэм, это было бы романтично и интересно с точки зрения именно истории. Но в то же время важно все-таки понимать, что Эриксон знаком с Конте. Эриксон в итоге адаптировался у Конте. Но у Конте в интере была схема с тройкой полузащитников в Тоттенхэме с парой. Я не думаю, что из одного Эриксона Конте решит эту константу поменять. И даже вот Брэндфорд все-таки сильно адаптировал свой футбол для того, чтобы Эриксон в схему вписался во второй части сезона. Поэтому я думаю, что Тоттенхэм это красиво с точки зрения истории, но не очень интересно с точки зрения карьеры для Эриксона. Что касается варианта с EMU, то опять же не совсем понятно на какую роль. То есть есть сразу несколько ролей, в которых Эриксон мог быть полезен в футболе Тенхага. Но учитывая его возраст, учитывая перестроек, который устраивает Тенхага в EMU, что вот у меня есть сомнение, что это будет прямо роль основная. А мне хотелось бы смотреть из недели в неделю на Эриксона. Поэтому если есть такая опция, я бы отмел эти два варианта у Эриксона. И вообще в Брэндфорде вроде как он не хочет оставаться уже. Вроде как этот вариант считается уже закрытым, и он не готов на него согласиться. Но было бы интересно, чтобы он остался. Ну или еще что-то поискать. И не думаю, что среди этих вариантов есть хорошие, прям хорошие для Эриксона.